Ребята, всем привет! У нас сегодня армянское серебро. Пользуясь случаем, хочу сразу сказать, передать большой привет девочкам из Армении, девочкам из Азербайджана и призвать вас все держаться. У вас сейчас очень тяжелое время наступило. Мне кажется, что все войны начинают мужики, у них тестостерон отовсюду прет. Если бы женщины правили миром, я думаю, что все бы выглядело иначе. По крайней мере, у меня такое ощущение. Но, тем не менее, держитесь. Мы с вами мысленно. И поэтому специально хочу сегодня начать с украшений именно армянских. А в свою очередь, из Азербайджана, от Виолки, вам большой привет. Она, к сожалению, не может сейчас выходить в интернет. В Азербайджане перекрыли это дело. И она передает всем своим подписчикам пламенный привет, обнимает вас. И как только у нее будут возможности, она обязательно запишет ролик, пока у нее выхода в YouTube, к сожалению, нет. Я вчера с ней чуть-чуть попереписывалась. У нее это тоже очень большая проблема, так как в WhatsApp тоже не работает. Так что, 20-й, 20-й продолжает удивлять. Ну, что осталось нам? Только зомби-апокалипсис, метеорит еще не падал. Но так, в принципе... А, ну и восстание мумий, да, из Египта. А так, в принципе, так неплохо. Хотя можно объединить зомби-апокалипсис с восстанием мумий. Думаю, будет довольно хорошо вместе. Вот, так что, ребята, держитесь. Я все время смотрю новости. Не могу, конечно, как-то абстрагироваться. И все очень неприятно, очень больно за оба этих народа замечательных. Так, что у меня в руках? А в руках у меня коралл губчатый. И вы знаете, что у нас эти украшения все ручные работы. Довольно массивные. Здесь очень много серебра. Поэтому все это, соответственно, не может стоить, как украшение, скажем, от красной пресни. Да, которое, кстати, к слову, очень люблю. То есть тут вещи очень и очень эксклюзивные. Просто одна девочка так удивилась, почему бирюзовый комплект стоил столько, сколько он стоил. Это при том, что у меня еще очень дешевые цены. Вот, к слову сказать, эта партия будет со скидкой в 30%. Получится ли такая скидка в следующий раз? Честное слово, я не знаю. Это зависит от налогов, которые насчитывают на эти украшения. И это еще цены по серебро по старым ценам. Значит, здесь идет кольцо на... Сейчас, девчонки... Кольцо на 18 грамм. 18.13 грамм. Губчатый коралл. Здесь возможность расширить его чуть-чуть. Вот тут оно у меня сейчас на 18,5. 72 доллара. И эта цена в районе 30% дешевле, чем, в принципе, могло бы это стоить у меня. У других продавцов не знаю. Может быть, даже и дороже. Ничего не могу сказать. Знаю, что мне удалось как бы здесь сделать так, что цена была на 30% дешевле. Опять же, не хочу обещать, что в следующий раз-то так и получится. Серьги к этому комплекту 105 долларов. 28.76 обе. То есть, в среднем 14 грамм на серьгу. Обожаю кораллы. Не смогла ее мимо пройти. Вот такой замечательный, просто яркий комплект. Так, комплект номер 2 у нас будет Аметист в Друзе. Что тоже совершенно потрясающе само по себе. Потому как камни, сейчас вы увидите, это нечто. Я вам приготовила только три комплекта. Сейчас я их разложу и буду рассказывать. Кого, девочки, интересует мужской браслет с символикой православной, обратитесь мне, пожалуйста, в личку. Я вам вышлю видео. Браслет этот сейчас находится в Армении. Вот его хотят продать мастера. И если кого-то заинтересует, я состыкую вас. И еще у меня есть возможность вам показать каталог. Может быть, что-то сможем выбрать на следующий заказ. По нашему вкусу. Значит, смотрите, ребята. Просто великолепные вещи. Вы видите, какая нереальная красота камня. 28,49 вес. То есть, опять же, по 14 грамм на серегу. 120. А, девчонки, я прошу прощения, я ошиблась. 24 грамма. Просто кольцо здесь тяжелое. Сразу пошла, так сказать, от большего. Нет-нет, это 24 грамма по 12 грамм на серегу. 106 долларов. Посмотрите, какой шикарный просто аметист. Я давно мечтала увидеть и пощупать руками эти замечательные просто украшения армянских мастеров. Я вот так вот, у девчонок так видела. Опять же, видео лично нет. Думаю, ну как же. Как же мимо меня эта красота пройдет. И вот теперь это у нас. И я очень и очень и очень счастлива, что мне все-таки удалось лично к этой красоте прикоснуться. Я не знаю, что будет теперь с пересылками из Армении из-за военных действий. Будем надеяться, что... Меня тут кто-то укусил, гад какой-то. Так болит и не заживает. Мои враги, наверное, какие-то. Тролли из Ютьюба. Ребят, вот смотрите, что у нас. Видите, здесь тоже можно разогнуть, в принципе. 22 размер. Кольцо тяжелое. Оно 28,49 грамм. Цена его 123 доллара. Еще раз не постесняюсь и скажу вам, что это все примерно на 30% дешевле вышло из-за определенных стечений благоприятных обстоятельств. И будет ли такое стечение обстоятельств при следующей посылке, я не могу обещать. Вообще какой-то ужас. Ну что ж такое? То в одном месте война, то революция. Все не имется в этом мире никому. Наша жизнь настолько скоротечна, чтобы еще и убиваться из-за каких-то принципов. Почему не дать жить другим, а притеснять кого-то? Ужасно. Но красота спасет мир. Я все-таки верю, что все будет хорошо. Может нам надо еще повзрослеть лет на 200. Ну, человечество я имею в виду. Пока оно все-таки примитивное, несмотря на 21 век. Кстати, у нас объявили о введении 5G по Израилю. Очень даже рада. И надеюсь, что мой телефон будет это дело поддерживать. И интернет улучшится наконец-то. Так, девочки. Ну, полюбовались мы достаточно. Давайте я вам теперь покажу. Третье. Третье, к сожалению, я заказала только серьги, о чем жалею теперь. Я просто не знала, как будет выглядеть камень. И я решила... Вот сейчас пакетики все это в каждой. Видите, в отдельности убираю. Чтобы не терлись ни в коем случае камни друг с другом. Кстати, я не помню, говорила ли вам Владимир Семенда, Вова Семенда, у которого большой авторитет для меня в плане хранения чистки украшений, сказал, что нужно все держать в герметических пакетиках. Обязательно. И поменьше вот то, что я сейчас делаю, лапать руками. Он говорит, жировые отложения с нашей кожи, они, в общем-то, вызывают реакцию. Поэтому серебро темнеет и грязнеется. Ну, ребят, извините, я уже думала, может, в перчатках делать видео. Но это, по-моему, будет немножко по-иде... по-идиотски. Значит, почему я заказала только одни серьги? Я увидела, что очень крупный гранат. Я не знала, как он будет смотреться в таком очень большом кабошоне. И я решила, рискну, возьму только серьги, посмотрим, если понравится, то обязательно уже потом дозакажем. Значит, я вам скажу, действительно, я очень, очень-очень мне понравилось. Здесь именно цвет гранатового сока. Да, он не сильно прозрачный, но, тем не менее, иризация некая есть. И ощущение вот этого гранатового сока, цвета, присутствует. я сейчас попробую отключить. Нет, мое освещение не даст. То есть, это, в общем-то, кабошоны, как использует шаблюль, но за счет того, что камень очень крупный, реально крупный, он, конечно же, более темный. Но, ребята, это натуральный гранат. Вес тут 30.20, то есть, по 15 на каждую серьгу. Но, как вы видите, штифт занижен и серьга очень удобно сидит в ухе. И мне кажется, 15 грамм это не такая уж трагедия. Но, опять же, это зависит от прокола и от толщины мочки уха. 119 долларов эти серьги. И, надеюсь, что вам понравится и найдется им хозяйка. Все, ребят, это все, что я подготовила. У меня еще есть, конечно же, это не последнее украшение. У меня тут в коробочке есть. Я потихонечку вот вам буду показывать. Так что, девчонки, забирайте. Как всегда, жду в комментарии. Кому я пишу слово есть, значит, это его. И потом уже в личку и разбираемся. Как всегда, опоздание по упаковке 15, не 15, но это я уже загнула, дней 5. Почта потихоньку работает. Лера сегодня передала привет. Завтра утром я несу. гигантский мешок посылок за границу и несколько штук там по Израилю будет. В основном я по Израилю отправила до Йомкипура. И хочу вам сказать, что нам продлили карантин до 24 октября. Пока что на меня это особо не влияет, потому как я и так дома сижу. Вот мне надо было сегодня отвезти Эден на базу. Это вообще отдельная история. Я сегодня ночью как всегда пошла спать пол пятого, а в 7 утра уже встала, мы поехали в Иерусалим, заскочили в Модейн к Лариске. Вот. Увидели ее, жаль чай не попили, это у нас святое. Она передала мне там передачку, мне надо было кое-что от нее. И мы поехали в Иерусалим. хочу вам сказать, что везде стоят везде стоят как сказать по-русски там, ну полиция, которая переграждает, КПП такие, то есть при выезде из городов специально смотрят, кто катается. Ну из-за того, что Эден в форме военной, то нас, наверное, не остановили, я отвезла, вернулась в 12 часов домой и завалилась спать до 4, потому что получается, что вообще 3 часа ночью спала. Так что такой полденек сегодня веселый. Вот. Ну, ребята, это же, как говорится, не буду вас загружать. Сейчас я вам еще раз все-таки покажу серьги с кораллом. И на этом и закончим. Да, так я к чему? К тому, что пока что я смотрю, что почта продолжает работать. Дима в аэропорт на работу ездит, самолеты летают. Я сегодня звонила в финансовый отдел, где мне снимают переводы. Они тоже вроде работают. Так что я пока не вижу каких-то себе лично особых помех в работе нашего блога. Но, как говорится, будем посмотреть, как это все будет развиваться дальше. Но до 24 октября нас точно как бы закрыли. Вот. Все, ребята, всем пока. Прорвемся без паники. Будет все хорошо. И красота спасет мир. Ребята, Армения, Азербайджан, держитесь. Мы все мысленно с вами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok